а здрасьте а всем друзья привет уленьки и это гайд по автодрайву когда он только вышел столько было просьб снять по нему гайд а я вот такая вот ленивая жопа короче только сейчас я до этого дошел и собственно да вот он в этом ролике друзья я вам расскажу как я им пользуюсь что я умею делать и как это делать и что он вообще умеет поэтому может быть я знаю не все а если я про что-то забыл то почитайте комментарий там обязательно кто-нибудь да напишет мол я тупой и нихера не знаю как обычно но в общем то друзья вкратце что умеет делать автодрайв и чем он лучше чем курс play это самый часто задаваемый вопрос так вот он не лучше чем курс play потому что сравнивать хер с трамвайной ручкой это в принципе очень плохая идея автодрайв не умеет работать на полях автодрайв сделан для того чтобы ездить по сути дела из точки а в точку б это его основная задача удобство автодрайва заключается в том что вы не рисуете маршруты из точки а в точку б 500 маршрутов а вы делаете сеть маршрутов то есть если мы откроем карту у вас все дороги находятся в этой сети ну допустим если вы сделали карту конечно если вы все нарисовали и например со склада у вас есть сеть во все точки продажи и на все поля и и так далее и вам не надо рисовать миллион маршрутов например с этого поля на базу с этого поля на базу с этого поля на базу с этого и так далее или с базы на теплице с базы на универмаг с базы на молочный завод с глазом на склад тюков короче все это делать не надо одна сеть и расставленные точки и он из любой точки доберется в любую точку если вы конечно же все правильно сделали и в общем то что можно с помощью автодрайва делать во первых можно тупо перегнать технику из точки а в точку б например вы купили в магазине технику нажимаете на одну кнопочку и все она поехала сама на базу или наоборот вам надо продать какую-то технику отправляйте и одной кнопочкой в магазин она сама туда приезжает это классно также можно доставлять грузы или зерно например из бункера что-то вывозить на продажу как и по курсплею в общем то да например нам надо с фермой отвезти подсолнечник на маслоэкстракционный завод и не один раз нужно съездить в общем-то автодрайв это умеет но еще автодрайв умеет работать в связке с курсплеем плане того что когда вы сеете поле или удобряете его он может сам съездить пополнится семенами удобрял коми когда вы убираете например солому с поля уражным прицепом он может ездить ее выгружать но еще он хорошо работает с комбайном причем с комбайном он работает лучше чем курсплей адекватнее не врезается и все у него прекрасно я имею ввиду разгрузка комбайна комбайн у вас ездит то ли вы сами на нем ездите то ли у вас обычный наймит включен то ли у вас умный работник то ли он по курсплею ездит это неважно трактор который или ман который с ним работает на автодрайве будет адекватно ездить его разгружать и соответственно отвозить это все дело куда вам надо также автодрайв умеет сам ездить на заправку когда ему это надо то есть например а ему надо из садового центра перевести в тепличный комплекс грунт и разумеется самый оптимальный маршрут это выехать вот по этой вот дороге повернуть здесь налево и вот так вот проехаться и он ездит туда обратно миллион раз но внезапно у него закончилось топливо а заправка находится здесь совершенно не по пути так вот когда у него закончится топливо он с этого маршрута сам съедет съездить на заправку а потом поедет дальше по своим делам и это очень классно ну и в общем то погнали я вам потихонечку буду все рассказывать как же это делать как это все дело рисовать и как это все дело работает но друзья разумеется начнем с того как его скачать и как его установить потому что самый частый комментарий будет дайте ссылку на автодрайв так вот открываем любой поисковик google яндекс что хотите я пользуюсь яндексом потому что мне он нравится и в поиске пишем скачать автодрайв 2000 короче вот пишем вот так вот и по всем этим ссылкам вы не поверите абсолютно по всем вы скачаете автодрайв если хотите с официального сайта то это гитхаб соответственно заходите сюда и здесь у нас последняя версия которая на других сайтах и откуда то есть 107 я не знаю откуда на официальном сайте вот 106 самое последнее соответственно скачиваете zip архив закидываете его в папку с модами подключаете этот мод и заходите в игру и все возвращаемся в игру и соответственно поговорим о том как же рисовать эту самую сеть во первых вот это вот окошко это и есть окошко автодрайва вызывается она кнопочкой в общем-то открываете f1 и тут написано alt 0 на нумпаде в общем-то он открывает и скрывает соответственно здесь есть меню настроек можете здесь все почитать здесь все по-русски в режим отладки только не лезьте потому что вам это не надо настраиваете под себя но честно говоря я обычно здесь ничего не трогаю соответственно нажимая на колесико мышки вы вызываете курсор если еще раз нажимаете то вы соответственно управляете камерой далее начнем мы с того как рисовать этот самый маршрут и есть такая кнопочка редактирования и вас появляется вот такая вот карта если у вас она появилась без точечек нажимаете на правый control и эти точки появляются позже объясню зачем они там где-то в настройках есть авто присоединение начало и авто присоединение конца но для меня лично это неинтересно я такое дело не люблю соответственно для того чтобы начать рисовать этот самый маршрут нужно нажать на кнопочку рек если вы нажимаете левой кнопкой мыши то у вас появляются зеленые линии это одностороннее движение если вы называете правой кнопочкой мыши то соответственно у вас будут вот такие вот синие линии это двухстороннее движение сделано для узких дорог, чтобы там не делать никаких пересечений. То есть по той дорожке он может проехать и в одну сторону, и в другую. По зеленым он будет ехать только из вот этой точки сюда и так далее. То есть по стрелочке. Соответственно, нажимаете на такую кнопочку и едете. Он, соответственно, рисует вам вот эти вот все линии и маршруты. Если вы делаете на какие-то длинные расстояния, то, разумеется, это дело удобно. Если вы делаете какие-то короткие, то проще рисовать это все дело мышкой и подсоединять. Как я уже говорил, здесь должна быть сеть и поэтому он должен у него должен быть маршрут из любой точки в любую точку. Оно все должно быть соединено. Соответственно мышкой с помощью левой кнопки мыши можно эти точки соединять. То есть нажимаете на одну, потом нажимаете на вторую и у вас появляется здесь стрелочка. Соответственно, для двухстороннего движения делаете то же самое в обратную сторону. И это тоже прекрасно работает. Но в обратную сторону нам не надо, поэтому мы стираем. Сделаете это еще раз там, где уже есть из точки А в точку Б, а он, соответственно, это все дело отсоединяет. Логично. Также, если вы нажимаете на эту точку с помощью правой кнопкой мыши и удерживая ее, вы можете ее таскать куда угодно. То есть, если вы промахнулись, где-то херово проехали, где-то еще что-то, это все дело тоже можно редактировать и это очень удобно. Ну и, соответственно, надо это все дело подсоединить, чтобы это была замкнутая цепь, чтобы он мог на эту дорожку выехать из любого места. Также, друзья, есть возможность эти точки все просто удалять или просто рисовать новые. Удерживая левый контрол, эти самые точки левой кнопкой мыши можно рисовать самому как хочешь. Я этим пользуюсь для перекрестков. Как по мне, это очень удобно для всех соединений перекрестков, потому что их проще рисовать вручную, чем 500 раз куролесить по перекресткам. Потому что на перекрестках у вас должно быть много линий. Смотрите, из Т-образного перекрестка, который у меня вот здесь находится. Обязательно должны быть линии, которые выводят это все дело направо, налево и с тех сторон, чтобы они выезжали. Того 4. На перекрестке, который идет как перекресток, там вообще много соединений должно быть. Сейчас я вам на какой-нибудь съезжу покажу, как это делается. Так вот, это проще делать вручную и, соответственно, если вы удерживаете альт, то эти точки можно даже удалять. Ну и мы их, соответственно, удаляем, потому что они нам не нужны. Далее, друзья, на этих маршрутах должны быть точки. Они у вас сохраняются вот сюда, их можно рассортировать по папкам. В настройках ставите в основных использовать папки, у вас соответственно здесь появляются папки. После этого маршруты просто тупо мышкой перекидываете по папкам и делаете, чтобы у вас все было удобненько. Не маршруты, а точки. Соответственно, на эти точки нужно ставить маркеры. Создать и редактировать новую локацию. У меня, например, есть отдельно точки на базе, то есть зерно-загрузка, зерно-выгрузка, овощи, то есть все триггера, где ему это интересно. На всех полях у меня есть точки, чтобы можно было добраться до поля, чтобы с этого поля пополнять семена, чтобы с этого поля отвозить урожай, когда работает с комбайном и так далее. Ну и соответственно точки продаж, куда это все дело нужно отвозить будет. Для того, чтобы поставить точку, мы нажимаем на кнопочку создать и редактировать новую локацию. Соответственно, как-то ее обзываем. Если вы стоите в этой точке нажимаете на эту точку, то это соответственно идет, можно ее переименовать или просто нахрен удалить. Но мы этого делать не будем. И вот она появилась у нас тест. Соответственно, если мы находимся вот в этой точке, а нам надо добраться сюда, нажимаем на тест и он сюда прекрасно доедет. Да, он сделает какой-то круг, найдет ближайший маршрут и сюда доедет. Без проблем. Из любой точки, если у вас хорошо сделана карта. Он приедет сюда и здесь остановится, заглушит двигатель и скажет, все, я короче приехал и я молодец. Но я, разумеется, это все дело отсюда сотру, потому что этот кусок нам не нужен. Вот черт, я все сломал. Бывает, устанавливаем обратно и я стер не ту точку. Ну и соответственно, друзья, погнали тогда смотреть, как это все работает на практике. Итак, например, у нас есть вот такой вот Урал, который мне больше не нужен. Так иногда бывает. Я хочу его продать, это можно сделать через меню, через магазин, например, ближе. И у меня есть точка на магазине. Соответственно, мы ставим режим перегон техники, вот с такой вот уськой. Тут много режимов, вот на эту кнопочку они переключаются. Сейчас я про все расскажу. Нажимаем на кнопочку просто включить и все, он поехал. Он доедет по ближайшему маршруту. Здесь также у вас написано, через сколько он туда доедет. Можете прикинуть. Едет он в магазин. И соответственно, проходит какое-то количество времени. Он сам прекрасно приезжает к магазину. У меня здесь выставлена точка, чтобы это было ровно на месте продажи. Вот он сюда приехал. После того, как он приезжает, он сразу же отключается. Ему не надо платить зарплату, если у вас в настройках стоит, что оно приехало. Высылается уведомлялка и все прекрасно. Также, друзья, здесь есть замечательная функция курс плей. Запустить курс плей в пункте назначения. Тут, друзья, фишка в чем. Смотрите, допустим, нам нужно перекультивировать шестое, седьмое поле. Вот оно. А трактор у нас стоит вот на базе, на его парковочном месте. Соответственно, мы генерируем маршрут, например. Но находимся мы на базе. Тут удобно пользоваться точкой, указанной на карте. В зависимости от того, где у вас точка поля стоит. Потому что, например, если мы будем вот 22 поле культивировать, у меня точка стоит здесь. А если я буду по ближайшему маршруту генерировать маршрут, он генерирует его вот из этого угла. Поэтому указываем на месте, на карте, вот эту вот точку нижнюю. Он сгенерирует маршрут отсюда. Так вот, указываем точку на карте, откуда генерировать маршрут примерную. Генерируем его. Вот он у нас получился. Способ запуска ставим здесь со стартовой точки. И это окошко мы закрываем. Далее выбираем поле номер 6. У меня называется поле 6.7 объединенное. Включаем кнопочку запустить курс плей в пункте назначения. И запускаем этот трактор. И все. Он поехал на поле ближайшим путем. Соответственно, он приезжает к нам на поле. И когда он доедет до точки с нашим полем, он включит курс плей и поедет все это дело культивировать. То есть вы с базы можете раздать сразу же несколько задач и все будет прекрасно. Вот он доехал и вот он едет к стартовой точке. Едет как умеет, поехал задним ходом. Я его за это не виню. В общем-то парниша пошел начинать работать. Нам это здесь, честно говоря, не сильно надо, поэтому я его остановлю. Ну, в общем-то, он поедет работать. Также, друзья, есть такая замечательная опция, как парковка. Это вот эта замечательная кнопочка P. В общем-то, как это работает? Во-первых, вы ставите какой-либо маркер на парковку. Вот, например, у меня есть парковка косилка. Справа у меня есть парковка комбайн. Есть там парковка Fiat. И еще много техники у меня идет на парковку. В последних версиях парковка сделана отдельно на трактора и на прицепные устройства. Сейчас кнопочка P у меня горит серым цветом. Это значит, что парковка не назначена. У меня прицеплен тюковщик. Если я его отцепляю, то, соответственно, вот эта кнопочка P у меня теперь горит белым. То есть парковка назначена. Как, соответственно, назначить парковочное место? Вам нужно выбрать просто вот здесь вот любое место. Например, парковка-косилка у нас. Для тюковщика будет парковочное место. И нажать кнопочку P правой кнопкой мыши. И вот выбранное место для парковки. Парковка-косилка. соответственно в чем прикол этого всего вы можете из любого места абсолютно не выбирать здесь парковку а просто нажать на кнопочку п и он по ближайшему маршруту поедет в парковку и это в принципе удобно но здесь есть несколько интересных моментов короче я верю что он доедет поэтому это тело вырубаем давайте сделаем новое парковочное место для косилки как это делается если вы хотите это делать задним ходом то соответственно нужно просто ехать задним ходом например я хочу ее загонять вот в этот гараж парковка косилка мы соответственно записываем во первых маршрут такой же пон добрался например как-то вот так вот далее просто задом никаких кнопок нажимать не надо мы и загоняем в этот бокс еще ему надо будет потом выехать поэтому мы еще записываем место чтобы он выезжал как-то вот так вот это все условно я конечно криво сейчас сделаю но это в любом случае будет работать соответственно мы эти точки все нужно будет соединить как-то вот так вот ну и точку выезда тоже например вот так вот мы это соединим а вот эти 200 3 они нам не нужны да когда идет движение задним ходом линия рисуется красная с прицепом она кстати тоже прекрасно паркуется прекрасно работает так вот назначаем новую точку смотрим чтобы он был подсоединен последний создаем здесь парковка тест условно конечно соответственно эту самую парковку тест где она вот она парковка тест мы назначаем на место парковки для косилки и соответственно с этой точки например отправляем его на парковку даже если у нас здесь вот выбрана например магазин и там какой-нибудь режим работы стоит другой условно я не знаю вот такой пускай будет мы нажимаем на кнопочку п он переключается в режим доставки и спокойно отвозит нашего товарища на парковку тест соответственно он приедет здесь парканется задом он отлично работает даже если есть прицеп он ездит ровненько и прицепы сломающийся передней осью я честно говоря не проверял не тестировал потому что мне это неинтересно я такие не люблю но вот он прекрасно сюда паркуется прекрасно заезжает и вот он припарковался какой он молодец но друзья здесь есть еще одна хорошая фича если мы откроем курс play и дополнительные настройки здесь есть такая штука автодрайв использовать здесь есть 4 режима работы не использовать для разгрузки наполнения для парковки и для разгрузки наполнения и парковки да тут не влезает но поверьте на слово там написано именно это нас сейчас интересует режим для парковки включаем его также мы например хотим покосить 18 поле а почему бы и нет это же весело косить 18 поле генерируем маршрут вот у меня здесь . 18 поле стоит поэтому из этого угла моего и генерируем и со стартовой точки запускаем отправляем его работать на 18 поле включаем здесь чтобы включился курс play и его из этого места отправляем из любого места его можно отправлять и все будет прекрасно работать соответственно этот товарищ у нас сейчас едет на 18 поле вот он друзья соответственно сюда приехал и после того как он приехал он начинает косить поле я об этом уже вам говорил и вот друзья он подъезжает к последней точке своего маршрута по курс play завершает работу меня там вроде как выставлено чтобы он после завершения ехал на стартовую точку и после того как он сейчас доедет на стартовую точку он выключит курс play включит автодрайв и поедет на парковочное место то есть чтобы вы понимали что вообще произошло в общем и целом он стоял на базе мы нажали пару кнопочек он поехал закосил поле и вернулся обратно вот так это прекрасно работает тут правда есть друзья одно очень большое но вся вот эта настройка парковки после курс play она работает только для тракторов а не для прицепных устройств то есть конк и он едет на парковочное место конкретно техники а не прицепного устройства мне там в комментариях много раз с пеной у рта доказывали о том что никита ты не прав и все такое прочее но нет это работает именно так понятное дело что это не очень актуально для например каких-нибудь комбайнов потому что после того как он завершил работу ему нужно например отцепить жатку если у вас она широкая отцепиться перецепиться но все равно вы можете потом после окончания работы вручную все это дело ему забубенить он завершил вы на него переключились нажали на кнопочку п и он поехал парковаться и все прекрасно работает так что с парковочными местами я думаю все понятно погнали смотреть другие режимы работы этого прекрасного автодрайва для начала друзья поговорим с вами о триггерах смотрите точки которые у меня стоят для того или иного триггера они находятся довольно таки далеко то есть они не ровно на триггером он стоит дальше почему потому что в общем-то с определением триггеров есть некоторые свои проблемы если мы сейчас подъезжаем на эту точку вот так вот ровненько то мы видим что прицеп стоит ровно на том месте где он должен стоять это друзья может вызвать определенные какие-то проблемы если у вас например разная техника используется то есть у меня сейчас на данный момент здесь трактор коротенький и выстроена под трактор если здесь будет какой-нибудь длиннющий ман с разгрузкой сзади или загрузкой и с длиннющим тягачем то эта точка уже может не сработать потому что он когда будет парковаться он длинный он например будет останавливаться вот так и до прицепа дать дотягиваться не будет то есть тут все надо подгонять индивидуально просто как вы поменяли технику во что-то перестало работать эту точку можно легко подвигать вы понимаете в общем то эти точки загрузки ставятся чуть-чуть впереди тоже самое друзья касается и точек выгрузки они тоже ставятся немножко впереди триггеров то есть здесь он приезжает у меня вот так вот и спокойно разгружается но здесь она стоит далеко здесь триггер довольно длинной зоны разгрузки поэтому длинный ман здесь тоже разгрузится без проблем в общем то что с этим всем делать можно вообще в этой игре во первых самое первое это перевозки загрузка и доставка соответственно в первом месте вы Вы ставите место, откуда вам надо загружаться. Например, это, зерно загрузка. Во втором месте, вы ставите точку продажи или куда vam короче всё зерно зерно надо отвезти, там например, пшеницу на мельницу или ещё куда. Соответственно ставите точку, где это всё дело выгружать. И в третьем пункте, логично, ставите то, что конкретно ему нужно возить. Вот здесь вот есть замечательная кнопочка, это количество рейсов которые нужно сделать, можно поставить. Ну или в бесконечность как хотите. поставим например 1 и вот он едет на зерно загрузка да он из любой точки по ближайший поедет но тут у меня разумеется нужно будет сделать ему несколько кружочков и вот он сюда прекрасно подъезжает прекрасно загружается и дальше он поедет все это дело выгружать логично я им поставил один раз поэтому он поедет всего лишь один раз один цикл этого сделать проходит сто пятьсот часов и он наконец-то сюда приехал и соответственно выгружается все прекрасно работает это с любым заводом со всеми работает главное чтобы места загрузки были более менее адекватно сделаны сами триггера золотом колосе это тоже заработало наконец-то аллилуйя игорь красавчик все сделал чтоб работала далее друзья что еще касается этого режима как видите трактор все равно куда-то поехал а поехал друзья он на базу в настройках есть такая замечательная настройка в последней версии появилась где-то она была вот она park and job finished даже на русский еще не перевели ставите здесь да и соответственно после того как он закончит всю перевозку то есть количество вот этих вод когда выйдет он поедет на парковку удобно удобно по моему вполне себе круто далее друзья по режимам что еще здесь можно сказать я уже ничего не буду показывать как это работает в деле просто объясняю как это работает в общем то первый режим доставка я не знаю зачем его здесь вообще запилили ну короче говоря насколько я понимаю у вас загружен трактор отправляете его куда-нибудь на зерно выгрузка у вас там что-то лежит отправляет что его туда он приезжает выгружается останавливается и все можете потом его потом на парковку отправить как хотите следующий режим это загрузка нужен он например для пополнения семян или удобрений то есть вы работаете на курс play на каком-либо поле например на поле номер шесть вам нужно пополнять семена соответственно семена загрузка и здесь вы выбираете семена или удобрения или известь в зависимости от того чего вы там конкретно делаете соответственно в настройках курс play здесь ставите для разгрузки наполнения или для разгрузки наполнения парковки в общем то это комбинация такая и он у вас по этому маршруту едет пополняется то есть в курс play не надо ничего комбинировать просто ставите именно работать на поле чтобы он ездил собирал когда у него там становится недостаточно семян он включает авто драйв отключает курс приедет пополняется возвращается обратно на поле опять включает курс play выключает авто драйв далее идет режим работы с комбайнами что тоже замечательная штука в курс推е про то радует работает прекрасно даже с прикольными и картофельных комбайнами соответственно здесь тоже все просто ставите поле на которым это у нас дело работает и ставите куда это все дело надо отвозить и запускаете автодрайв единственное но многих не работает спрашивает у меня ничего не работает в комбайне который у вас работает по курсплею по наемному работнику или вы сами на нем катаетесь это неважно должен быть включен автодрайв точнее просто выбран перегон техники и это же самое поле там должно стоять и он будет ездить ему помогать и вроде как на этом режимы заканчиваются я не помню насчет доставки соломы по моему это тогда работает вот здесь у меня когда-то работало но я здесь солому не собираю как бы я давно этим не занимался я могу быть не прав могу не помнить значит на режиме доставки солома работает но это не точно в общем то в комментариях знающие люди напишут также друзья я советую вам всем расставить триггера на заправках подключить их к сети чтобы они могли ездить заправляться на разгрузках в общем-то эту сеть постоянно усовершенствовать и и кстати на самые популярные карты я думаю что можно найти в интернете скачать просто закидываете в папку с вашим сохранением и у вас будет доступна чужая сеть ей можно с кем-то поделиться вот в папке с вашим сохранением есть такой файлик автодрайв конфиг это и есть ваша сеть маршрутов можете ей поделиться с другом раньше она называлась автодрайв нижнее подчеркивание название карты нижнее подчеркивание конфиг с новой версии она называется так ну и вроде как все что я знал я рассказал кому этот видосик помог друзья не забывайте про лайкусики пишите ваши комментарии может быть я что-то забыл если вы не подписаны на канал то подписывайтесь у нас довольно интересное прохождение всякие гайтики обзорчики иногда всякое такое вот дело бывает ну и всем огромное спасибо за внимание с вами был никита делай всем покаки